Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Гозиас не выдержала напряжения, которое царит на поляне. Ее доканали репетиции, конкурс выяснения отношений, и девушка упала в обморок. Ей вызвали скорую. Коллектив был возмущен странной реакцией Кости Иванова. Он даже не помог Саше, до последнего думал, что она притворяется и таким образом привлекает к себе внимание. Как вы помните, к Глебу Жемчугову недавно пришли новенькие девушки. Сначала Юля, а затем Яна. Но с ними у Глеба ничего не получилось. Теперь у него новое увлечение. Жемчугов опубликовал фотографию девушки и подписал «Рад тому, что ты так внезапно появилась в моей жизни». Тата Абрамсон сделала первое УЗИ и результатами поспешила поделиться со своими подписчиками. Тата будет вести рубрику «Бэйби Бум», которую в разное время вели все беременные девочки проекта. Многие осудили Тату, что она выставляет на всеобщее обозрение такие сокровенные вещи. Вот некоторые комментарии. Разве можно такие таинства выставлять на всеобщее обозрение? У вас там совсем крыша поехала от публичности? Это слишком личное и вообще святое. Я такое даже подругам не показывала. Элен Каминская, которая окончательно рассталась с Андреем Назаровым, ждет на проект нового ухажера. Он прилетает из другого города ко мне на проект. Что скажете? Отношением бывших участников Олега Бурхановой и Алисы Огородовой пришел конец. Алиса пишет «Когда истории приходит конец, ты понимаешь, что дороги назад нет. Хочется убежать туда, где тебя никто не найдет и не услышит. Прощай, Москва!» А Марина Мексика интригует своих подписчиков. Она рассказала о том, что один из ее бывших собирается на остров любви со своей женой. Кто этот бывший Мексики, подписчики могут только гадать. Большинство считают, что это Саша Задойнов и Элина Камирен. Элина Камирен решила избавиться от своей знаменитой татуировки на животе. Камирен пишет «15 минут и татуировка на животе ликвидирована. Спасибо вам за то, что вы избавили меня от моей ошибки, сделанной в 13 лет». Ольга Бузова вместе с сестрой Анной уехали в Санкт-Петербург. Их бабушке исполнилось 78 лет. «Главное, чтобы ты жила и была здорова», – пишет Бузова. «Все остальное сделаем мы сами. Для меня бабуля – мой идеал женщины». Также Бузова опубликовала фотографию с отцом. «Обед с папулей», – пишет она. «Это бесценно». Бывшие участники проекта Юля и Алексей Самсоновы публикуют фотографии с красивой фотосессией. Юля находится на 28-й неделе беременности. «Люблю эту девушку в розовом платье», – пишет Самсонов. Бывшие участницы Аня Якунина, Аня Кудимова и Настя Лисова публикуют фотографии совместного отдыха. «Давайте обсудим», – пишет Аня. «Кто страшная, кто больше всех сделанная. Давайте, начинайте, мы готовы». Кстати, у нас разные хирурги. «И кто есть кто?» – вопрошают в комментариях подписчики. «Хирурги разные, а морды все равно одинаковые. Не страшные вы, вы безликие. Были три интересные девочки, а теперь три манекена». Маша Адоевцева решила рассказать своим подписчикам о расставании с Сергеем Палычем. «Была семья и не стала», – пишет она. «Такое бывает в жизни». «Семья – великий труд, тут нужен крепкий корабль. А если капитан судна не знает курса, куда такое вообще может привести?» Маша пишет Сергею. «Желаю тебе успеть встать на путь спасения. Я верю, что ты одолеешь зло. Спасибо за все хорошее». Также Мария просит всех не осуждать бывшего мужа. Каждый человек имеет право на ошибку и на прощение. Никто из нас не свят. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.